Коллеги, еще раз здравствуйте. Надеюсь, уже все подключились. Рад вас приветствовать на нашем вебинаре на тему IT и безопасность, оптимизации развития бизнеса. Меня зовут Алина Хроновская, я руководитель проектов направления IT и безопасности. Расскажу вам про компания. Сбер-решение – это крупная компания, собственная, комплексная и распределенная инфраструктурой, лидер в области аутсорсинга кадровых и бухгалтерских функций. На протяжении 27 лет мы успешно защищаем и обрабатываем не только данные компании, но и данные наших клиентов. За долгие годы работы мы приобрели богатейший опыт в области обработки и защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных. И рада поделиться с вами этим. Сегодня наши спикеры Вадим Ярышов, руководитель проекта направления информационной безопасности, и Максим Климашевич, руководитель проектов направления IT, который ответит на вопрос, как повысить эффективность IT и снизить риски. Максим, тебе слово. Коллегам желаю вам удачного и продуктивного дня. Да, Олег, спасибо. Меня слышно хорошо? Да. Максим Климашевич, руководитель проекта, руководитель проекта. Каналов связи, интернет. То есть все, что нас окружает в офисе, на производстве, что позволяет нам осуществлять ежедневную операционную деятельность и зарабатывать деньги для нашей компании. Информационная безопасность – это совокупность технических средств и организационных мероприятий, которые направлены на обеспечение конфиденциальности, сохранности, доступности наших с вами данных. Это может быть коммерческая тайна, это может быть ноу-хау нашего предприятия, информация о сотрудниках, о контрагентах. То есть все-все, чем мы ценим, что мы дорожим. Сегодня, когда все вокруг завязано на IT, на цифровизацию, вот эти два направления становятся такими мейнстримными, основополагающими. И любая компания должна уже перейти к осмысленному, систематическому подходу, работе в этих направлениях. Вот этот подход, который использовался раньше, когда один человек как-то урывками занимается IT и информационной безопасностью, он уже не работает. Если продолжать в том же духе, то рано или поздно произойдет неприятное событие, неприятный инцидент на нашей инфраструктуре, с нашими данными, и мы от этого пострадаем. Таким образом, мы пропагандируем то, что IT и B – это вопросы для всей компании, и ими должны заниматься ряд коллег. Какие-то коллеги сейчас поясним. В идеале, любая компания должна иметь ответ на следующий вопрос. Все ли известно вам самим о вашей IT-инфраструктуре? Из чего она состоит? Как она настроена? Все ли обновлено? Все ли актуально с точки зрения производительности? Это вопрос в большей степени к руководителю IT-службы. Насколько эффективны расходы вашей компании на IT-инфраструктуру? Это вопрос к финансовой службе, к финансовому директору. В нынешние времена, когда бюджеты, как правило, ограничены, компания должна заботиться о том, что каждый рубль, направленный на IT, на ИБ, должен быть потрачен максимально эффективно. Насколько надежно защищены данные вашей компании от злоумышленников? Под злоумышленниками здесь подразумеваются не только внешние злоумышленники, хакеры, конкуренты, но и также необходимо рассматривать внутренние злоумышленников. Это могут быть ваши сотрудники, которые по какой-то причине перестали быть лояльными, которые запланировали увольнение и переход в другое место, которые хотят напоследок воспользоваться вашими наработками, забрать их с собой для монетизации или каких-то других личных корыстных целей. Этот вопрос в большей степени адресован к руководителю информационной безопасности. Имеется ли у вашей компании план восстановления операционной деятельности после инцидентов? Данный вопрос в большей степени направлен на операционного директора, на человека, который отвечает за взаимосвязь между отделами, за непрерывность операционной деятельности, за эффективность. Зачастую компания не имеет такого плана восстановления и при срабатывании того-либо иного риска компания не понимает, как ей максимально быстро восстановиться и продолжить свою операционную деятельность. Это проблема. Учитывают ли стратегии развития IT требований бизнеса? Зачастую видим, что IT и бизнес – это две разные истории внутри одной компании, и бизнес планирует развитие в своем векторе, а IT планирует развитие в своем направлении. И зачастую эти направления не пересекаются, хотя в идеале это все должно быть синхронизировано. Если эту синхронизацию бизнеса и IT не сделать, то возникает риск того, что в ближайшем будущем, когда бизнесу потребуются новые мощности, новые информационные системы для захвата рынка, для увеличения производства, IT не сможет обеспечить, и бизнес пострадает, не сможет развиться, не сможет реализовать задуманное, не сможет исполнить обязательства, взятые на себя перед контрагентами. Следующий вопрос не менее важен, касается соблюдения требований законодательства Российской Федерации и регуляторов. Части обеспечения безопасности данных. Данный вопрос чуть позже раскроет Вадим в следующем выступлении, на нем я останавливаться сейчас не буду. Но этот вопрос в компании относится к юристам, к людям, отвечающим за комплайенс. Он тоже достаточно важен, его исключать из рассмотрения никак нельзя. Видно, что один человек не сможет физически справиться со всем набором данных вопросов. Поэтому нужно действительно всей команде работать с системным подходом на ежедневной основе. Иначе возникает риск того, что рано или поздно злоумышленники воспользуются нашим текущим не самым хорошим, не самым защищенным состоянием и воспользуются этим, нанесут нам урон. Статистика показывает, что злоумышленники год от года активизируют свою деятельность. Их атаки становятся все более продуманными и тяжелыми с точки зрения последствий. Я думаю, мы это с вами и на себе испытываем, как люди, как физические лица. Нас постоянно одолевают злоумышленники через телефон, через электронную почту, через какие-то сообщения в мессенджерах. Постоянно предлагают что-то сделать. Конечная цель – это получить данные о нас, либо о нашей деньги. И вот статистика за последние 8 лет по физическим лицам, статистика МВД РФ, говорит о том, что количество киберпреступлений увеличилось в 46 раз. Это официальная статистика. Я думаю, что в жизни оно значительно-значительно больше, потому что не каждый из нас заявляет о совершенном киберпреступлении, не хочет связываться, не хочет расследовать это все дело, проще умолчать. Но официальная статистика ужасающая, а в жизни, я думаю, еще масштабнее и еще хуже. Схожая статистика и по юридическим лицам. Давайте несколько фактов отмечу. Первое. То, что ежегодно российский бизнес, российские компании от кибератак теряют более 3 триллионов рублей. Это колоссальная сумма и с каждым годом она только увеличивается. Ежегодно злоумышленники имеют возможность и забирают у компаний персональные данные, информацию о платежках. Здесь есть такая статистика, что более 100 миллионов строк ежегодно утекает злоумышленникам от российского бизнеса. Также есть динамика того, что внутренние нарушители, сотрудники, активизировались и пытаются тот доступ к данным компаний, которые у них есть в рамках их производственной деятельности, они пытаются его каким-то образом монетизировать. Слить, продать, передать конкурентам, воспользоваться наработками. И это тоже год от года только увеличивается, но за последний год в два раза такой рост имеет место. Последний интересный статистический показатель, то, что каждые 14 секунд в мире фиксируется новая атака программ-вымогателей на инфраструктуру клиентов. Наверняка слышали про шифровальщиков, про то, что в компании возникает какой-то вирус, который находит ценные данные, приводит их в нечитаемое состояние, компания не может ими пользоваться, шифрует, паролит, и злоумышленник обещает вернуть данные в читаемое состояние после оплаты какого-то вознаграждения. Бывают злоумышленники, которые держат свое слово, и действительно данные можно использовать вновь, но зачастую злоумышленники неисправимы и, получив вознаграждение, ничего не исполняют. Данные по-прежнему остаются в нечитаемом виде. За 2020 год есть статистика по тому, какие данные были интересны злоумышленникам и у каких организаций эти данные были украдены. Коротко, наибольший интерес предоставляет персоналка, персональные данные, затем на втором месте учетные данные, логины, пароли к информационным системам, к электронным ящикам, к компьютерам, к серверам, на третьем месте коммерческая тайна, затем данные платежных карт, медицинская информация и дальше по списку. Если говорить о том, какие компании чаще всего становились жертвами злоумышленников, то здесь на первом месте это госучреждение, на втором тяжелая промышленность, на третьем медицинская сфера, на четвертом финансовая и дальше наука, торговля и IT. Какой вывод лично я делаю из этого слайда? То, что злоумышленники совершенно беспринципные люди, их интересует все, что плохо лежит. Какие-то данные они берут в использование для отладки своих подходов, для проверки гипотез, какие-то данные непосредственно для монетизации с целью выкупа, передачи. Если продолжать оставлять IT-инфраструктуру, информационную безопасность без внимания, то мы имеем риск того, что рано или поздно на нас произойдет какая-то целенаправленная атака. От себя хочу добавить, что злоумышленники, хакеры, это такие же люди, как мы с вами. У них есть персональные особенности, кто-то из них более компетентен, кто-то менее, кто-то более усидчив, кто-то менее, кто-то обладает опытом и пониманием того, как можно нанести урон, кто-то только новичок. И вот наша с вами задача дать отпор злоумышленникам, стать более подготовленными с точки зрения IT, с точки зрения ИБ к возможной атаке. Если хакер посмотрит, что быстро, легко он не может добиться проникновения к вам в инфраструктуру, скорее всего, он не будет даже заморачиваться, он просто пойдет дальше, потому что сейчас все больше и больше компаний в интернете, и он не станет заморачиваться, он будет искать легкую жертву. И вот для того, чтобы дать достойный отпор злоумышленнику, нам нужно с вами поддерживать IT-инфраструктуру, информационную безопасность в хорошем состоянии. Как этого достичь? На наш взгляд, такой минимально необходимый уровень для приведения IT и ИБ в качественное состояние – это выполнение этих четырех проектов. Первый проект – диагностика IT-инфраструктуры. Второй – анализ защищенности, он же пентест. Третий – анализ использования электронных подписей и диагностика процессов обработки персональных данных. Обо всем этом расскажем сегодня чуть подробнее. Первые три проекта – закрою ВИА, четвертый по персональным данным расскажет Вадим. Коллеги, пока все понятно, идем дальше или какие-то моменты есть уже на обсуждении? Спасибо, пока все понятно. Диагностика IT-инфраструктуры. Как мы видим этот проект, что мы предлагаем? Целью проекта служит подсветить вам, что у вас в инфраструктуре происходит сейчас, что из этого хорошо, что плохо и как из текущего состояния перейти в правильное защищенное. Мы поможем повысить эффективность работы вашей инфраструктуры. Мы подскажем, как снизить риски прерывания операционной деятельности, нарушения конфиденциальности данных и подскажем, как закрыть те либо иные юридические, финансовые, репутационные риски. Как все происходит? На первом этапе мы собираем массу информации о том, что у вас в инфраструктуре есть, как настроено, какие прошивки, насколько это все правильно, актуально. Делаем со своей стороны анализ. Все это фиксируем в отчете. Большое количество схем, диаграмм, таблиц. Все-все по полочкам будет разложено. Прочитав данный отчет, вы сможете сами понять, и зачастую клиенты удивляются, насколько у них все в инфраструктуре неоднозначно. И во второй части отчета мы даем наше видение по проблемам, по рискам, которые есть у вас, у вашей компании, у ваших данных, у вашего бизнеса. И напротив каждого риска даем рекомендацию, как это устранить, как это оптимальным способом закрыть. Вы можете по данным рекомендациям самостоятельно вполне... В отчете все вполне подробно и на человеческом языке расписано. И этого вполне достаточно для того, чтобы устранить либо самостоятельно, либо предложить кому-то, исправить согласно нашего отчета. Второй проект, который мы предлагаем использовать на регулярной основе для оценки уровня защищенности вашей IT-инфраструктуры, это анализ защищенности инфраструктуры, еще его называют penetration test, n-test. То есть наша компания будет проверять вас из интернета. То есть мы выступим в роли белых хакеров, этичных хакеров, по согласованию с вами проведем эти работы. Единственное, что мы не наносим никакого урона, каждый свой шаг мы фиксируем в отчете, прикладываем принскрины, логи, чтобы показать, что мы сделали, какие уязвимости есть в вашей инфраструктуре, в ваших настройках, и как их можно использовать для реализации атаки. Куда можно получить доступ, какие данные можно забрать, какие бизнес-процессы можно нарушить. То есть наша команда обладает такой же экспертизой, как и настоящие злые хакеры, но нашей целью выступает не нанесение урона, а подготовка подробного отчета. В конце также подсвечиваем, какие риски и проблемы есть, и как их можно устранить. Здесь мы можем работать в нескольких режимах. Режим Black Box, черный ящик, когда мы совершенно ничего не знаем о вашей инфраструктуре, и действительно это полноценная имитация действий хакера. Есть режим White Box, это когда мы выступаем в роли, назовем так, внутреннего нарушителя, нелояльного сотрудника, у которого есть своя рабочая станция, своя учетная запись, и вот что можно сделать, имея эту учетную запись, имея стандартный доступ сотрудника, у вас внутри инфраструктуры при обладании определенными техническими навыками и инструментами. Также есть возможность проверить устойчивость вашей компании через Wi-Fi. Wi-Fi очень удобная технология, можно выходить в интернет, получать доступ к информационным системам без проводов, с телефона, с ноутбука, с компьютера, но злоумышленники это тоже прекрасно осознают, и зачастую подключаются к офисному Wi-Fi той либо иной компании под видом прохожего, ломают Wi-Fi и заходят внутрь инфраструктуры с целью какой-то наживы. Третий проект по IT-части, о котором расскажу, это анализ использования электронных подписей. Год от года мы с вами все меньше и меньше подписываем оригинал документов, все меньше и меньше используем живую подпись, живую печать, все уходит в цифру, в электронные подписи. Это действительно удобно, это экономит и время, и бумагу, и чернила, это все обосновано. Но с обратной стороны этого удобства есть риски технологические. Ведь электронную подпись нужно выпустить, ее нужно правильно использовать, ее нужно правильно хранить, нужно правильно резервировать для того, чтобы исключить риски ее нецелевого использования. И мы в рамках своих проектов проводим аудит того, какие электронные подписи есть у компании, когда они были выпущены, где, на кого, в каких бизнес-процессах они участвуют, есть ли факт передачи электронной подписи от одного сотрудника к другому. Все это по полочкам раскладываем, в отчете фиксируем, и опять-таки в конце даем свое видение по рискам и проблемам, которые есть в компании на сегодня. По нашим рекомендациям все эти риски можно будет закрыть и перейти в целевое защищенное состояние. Если вопросов нет, то я бы хотел показать немножко нашего опыта, какие проекты мы делали, для кого мы делали, и какие результаты выходят в топ наших отчетов. Давайте по IT-инфраструктуре сначала. У нас есть опыт разноправленный, это и средние организации, и крупные, и крупнейшие. В любой компании мы находим десятки проблем технического плана и организационного плана. Все это подсвечивается и передается отработку клиенту. Если говорить о наиболее распространенных технических проблемах, то здесь топ из шести позиций, которые мы видим. Первое. Это повсеместная беда с данными. Данные не защищены, отсутствует резервирование, отсутствует контроль использования. То есть то, что казалось бы наиболее ценно для бизнеса, оно остается менее защищенным. Доступ в интернет не контролируется. Сотрудники зачастую могут ходить на любые сайты, могут выгружать значительные объемы данных в интернет, что-то скачивать из интернета. Это все несет колоссальные риски, потому что в интернете, помимо полезной информации, масса мусора, масса вирусов и злоумышленники. Wi-Fi в офисах не защищен. Тут тоже повсеместная история, когда Wi-Fi настроен по умолчанию, есть один логин, один пароль, весь коллектив пользуется именно этой учетной записью, пароли не меняются, пароли отдаются гостям, обслуживающим организациям для удобства. О безопасности данных, о безопасности инфраструктуры никто в большей степени, к сожалению, не задумывается. На третий месяц, по нашему опыту, это Wi-Fi. Зачастую видим, что сотрудники имеют полный доступ к компьютерам, к серверам, что опять-таки несет значительные риски для операционной деятельности и бизнес-компании. Отсутствует регулярная практика обновления программного обеспечения системного, серверного, пользовательского. Это тоже риски для информационной безопасности, потому что любая прошивка, любая операционная система, любая версия программного обеспечения имеет какие-то свои уязвимости, которые со временем становятся известны пользователям, злоумышленникам, и злоумышленники эти уязвимости эксплуатируют против нас. Разработчики софта регулярно отслеживают, какие новые уязвимости, какие новые дыры появились в их программном обеспечении, и выпускают новые релизы, новые версии софта, закрывающие известные уязвимости. Нам, соответственно, это все нужно скорее ставить на свою инфраструктуру, чтобы закрывать выявленные уязвимости. Пока, опять-таки, злоумышленники не воспользовались этими дырами. И на последнем месте, это то, что в нашем антирейтинге, это то, что используются внешние информационные системы. Почта от Яндекса, почта от Гугла, от Мейл.ру, от любого провайдера, это, да, удобно, но это с точки зрения IT, с точки зрения информационной безопасности не совсем хорошо, потому что санкции, технические сбои, какие-то другие организационно-технические моменты, и вы остаетесь без доступа к собственным данным. Вы являетесь зависимым от третьей стороны. Это риски. Поэтому почтовый сервер, память для хранения документов, внешний, это всегда очень неоднозначная тема, и вот мы рекомендуем здесь повнимательнее, перед тем, как использовать, либо продолжать использовать, рекомендуем еще раз весить все за и против использования третьей стороны. Про организационные проблемы у нас тоже есть свой антирейтинг, и здесь 8 позиций. Зачастую отсутствует информационная безопасность как таковая, и недостаточно окуплектованность с кадрами в службе IT. То есть, один единственный сис-админ занимается какими-то глобальными вопросами, и какими-то пустяковыми, там, батарейку в мышке меняет, человек разрывается, у него нет возможности сконцентрироваться, он недостаточное внимание уделяет принципиальным, правильным вопросам. Он погружен в рутину. Есть такая проблема, как отсутствие сформированной, утвержденной нормативно-правовой базы. Есть требования от регулятора иметь минимальный набор данных, которые регулируют информационную безопасность, доступ к данным. Это все должно быть, и оно отсутствует. Отсутствует режим коммерческих тайны. Здесь Вадим тоже подробно расскажет, это мы видим повсеместно. Сотрудники не убирают с доступных мест важную информацию, конституционные данные. Это все остается на рабочих столах, и потенциальный злоумышленник может этим воспользоваться во вред компании. Зачастую видим, что компании очень легко относятся к вопросу уничтожения данных. Порвали бумажку на три части и выбросили в урну под столом. Злоумышленник, опять-таки, легко может восстановить документ и ознакомиться с информацией, использовать ее против вас. Нужно использовать шреддеры. Это мы часто видим. Компании экономят на обучении персонала информационной безопасности, новым трендом в IT. И это, как следствие, влияет на скорость развития компании, на защищенность бизнеса. И на последнем месте это то, что компания не проводит анализ защищенности инфраструктуры из интернета. Это вот пентесты, это хакеры. Это нужно проводить, чтобы получить внешнюю оценку того, насколько бизнес защищен. По электронным подписям в антирейтинге то, что... Момент. Извините. По анализу защищенности, какие видим выводы? То, что слабые доменные парольные политики, то, что лишние интерфейсы, лишние информационные системы доступны из интернет, это нужно четко контролировать и осознавать, действительно ли есть необходимость в организации доступа из интернет до своей инфраструктуры. Зачастую используется старый софт, либо неподдерживаемый софт, который с точки зрения информационной безопасности дырявый, и злоумышленники этим могут воспользоваться. И сотрудники не обучены, они не знают о текущих трендах, они думают, что вот эти хакеры, эти атаки, это все где-то в голливудских фильмах, и поэтому они очень легко могут стать жертвой злоумышленников. Людей нужно развивать, им нужно рассказывать, что это все уже сегодня, здесь и сейчас у нас, и не нужно переходить по каким-то подозрительным ссылкам, не нужно поднимать флешки в офисе или где-то на крыльце, не нужно их сразу вставлять в рабочий компьютер, не нужно передавать пароли неизвестным людям. Это все нужно рассказывать и на регулярной основе просвещать свой коллектив, чтобы они не стали жертвой злоумышленников и не нанесли урон вашему бизнесу. Последний слайд от меня касаемо электронных подписей. Какие здесь мы видим основные проблемы? Электронную подпись выпустили, одну, две, три на компанию, и для удобства эти электронные подписи внутри коллектива передаются между сотрудниками. Подписываются важные документы, какие-то совершенно рутинные рабочие документы. Такого в идеале быть не должно. Одна электронная подпись, один сотрудник. И жестко регламентированная возможность подписания тех либо иных документов в конкретных бизнес-процессах. Вот этой вот свободы передачи электронной подписи, свободы бизнес-процессов и подписания документов в идеале быть не должно. Потому что электронная подпись – это полный аналог живой подписи. И этой подписью можно подписать какой-то документ против компаний, против бизнеса, в зависимости от какого-то фиктивного контрагента, либо какой-то документ, подписывающий обязательства, невыгодные для вашей компании. Это все должно быть жестко контролировано. И зачастую видим, что не делаются резервные копии электронных подписей. Соответственно, электронную подпись потеряли, произошел технологический сбой, восстановиться неоткуда. Бизнес-процессы компании парализованы. Приходится быстро восстанавливать, быстро выпускать новую электронную подпись. А это дополнительные затраты, дополнительный стресс, дополнительные потери времени. Поэтому всегда рекомендуем и в своих отчетах проверяем, а делаются ли действительно резервные копии, регулярно ли делаются, корректно ли делаются. Есть ли практика восстановления из резервных копий. Отлично. Спасибо. Итак, переходим к рассмотрению второй части нашего вебинара. И риторический вопрос. Что нужно знать о персональных данных для успешного бизнеса? Конечно, мы все понимаем, что персональные данные – это та часть информации, не вся, которую необходимо защищать. Вот, коллеги, есть мнение, и действительно подтверждается оно, что в Российской Федерации у нас существует звук. Сказали, что есть, друзья. Федор, смотрите, пожалуйста, вроде бы мне слышно. Говорят, что в Российской Федерации, и подтверждается, например, это консультантом плюс, у нас около 52 видов защищаемой информации. Ну, по 149-му закону федеральному можно сказать, это информация с ограниченным доступом, кроме государственной тайны. Так вот, персональные данные являются одной из составляющих вот этого всего многообразия защищаемой информации. Давайте поговорим про них. Значит, для того, чтобы наш бизнес был успешным, необходимо выполнять, конечно же, в том числе требования регуляторов. Вы помните, у нас их сколько, да? Это Роскомнадзор, это ФСБ, это ВСТЭК, основные регуляторы. Вот, для того, чтобы, значит, быть успешным в сегодняшнее время, помимо выполнения требований регуляторов, нужно понимать, что еще есть имиджевые какие-то потери, риски. Вот, и в том числе, чтобы уменьшить, минимизировать, либо их полностью, значит, убрать, мы всегда начинаем с самооценки, да, с диагностики и говорим, давайте определимся. Вот, есть у нас ответы на такие вопросы, которые вот сейчас я вам задам, да? Соблюдает ли ваша компания требования законодательства? Да, некоторые скажут, конечно, 152-й федеральный закон обязательно мы соблюдаем. Да, друзья, а кроме 152-го федерального закона, что у нас есть еще по персональным данным? Это несколько постановлений правительства, это, значит, нормативные правовые документы, ФСТЭК, ФСБ, Роскомнадзора, это GDPR, да, если кто-то работает за рубежом, это фактически 160-й федеральный закон, предшествующий 152-му и так далее. То есть требований на самом деле очень много, да, и порой мы даже не знаем, все ли мы эти требования у нас с вами соблюдаются. Второй вопрос. Знаете ли вы все о текущем состоянии ваших бизнес-процессов, которые связаны с обработкой персональных данных? Коллеги, вот здесь и точно отвечу за вас, практически, ну, полушутя, да, приходим, когда мы на аудиты, естественно, естественно, большая часть, значит, испытуемых, интервьюируемых сотрудников и организаций, да, они не знают или не все знают о текущем состоянии своих бизнес-процессов. Зачастую мы им формируем этот перечень для того, чтобы понятие, где какие персональные данные, какие потоки, как они обрабатываются. То есть мы открываем им глаза на вот их внутренний мир, где обрабатываются соответствующие персональные данные. И порой иногда бывает люди, должностные лица, руководители, искренне удивлены, искренне. Следующий вопрос. Разработаны ли в вашей компании орг распорядительные документы? Конечно, у нас же есть шаблоны, да, давайте мы вам покажем. Это зачастую такой ответ. Редко, но бывает, да, такой ответ, что нет, мы этим не занимались, у нас должностных лиц нет, ответственных нет, и бэшников нет, а айтишников у них вот так вот своих работ, задач, им некогда заниматься еще какими-то персональными данными. Вот бывают и такие ответы. Коллеги, перечень внутренних нормативных документов, значит, в области обработки и защиты персональных данных, это не два, не три, это достаточно большое количество. И даже если у вас есть какие-то уже документы внутренние, политика, положение, там, приказ, инструкция, это не факт, что они правильные, и согласие, которое вы собираете, и уведомления, они постоянно меняются. Друзья, например, как вы думаете, сколько было, значит, дополнений к 152-му федеральному закону с момента его существования? Это к вопросу о том, что как часто меняются формы, шаблоны, требования, новые появляются и так далее. Отвечу, да, уже более 20 было дополнений к федеральному закону 152. Это вот вопрос, да, как часто и какие документы мы с вами должны разрабатывать. Следующий вопрос, очень важный, назначены ли ответственные за организацию обработки у вас должностные лица. Это первый. И второй, назначен ли у вас ответственность за защиту персональных данных. Иногда бывает это один и тот же человек. Да, как правило, за обработку, за организацию обработки, это, значит, назначается генеральным директором, директора по персоналу, начальник отдела кадров, вот, в лучшем случае, да, вот, а за защиту это фактически айтишный директор, либо и бэшный, да, если он есть, как таковой. Следующий вопрос. Некоторые коллеги говорят, а зачем нам заниматься персональными данными? Подумаешь, там штраф 300 рублей, 500 рублей, 1000. Друзья, это было раньше. Каждый год Роскомнадзор в СТЭК выходит с предложениями в Государственную Думу о принятии поправок в наш КОАП, уголовный кодекс и так далее. Про штрафы сильно заблуждается. Многие сотрудники или должностные лица, руководители, когда говорят, там, 300 рублей. Штрафные санкции сегодня это десятки, сотни тысяч рублей по КОАПу и даже миллионы. Например, 6 миллионов, а за повторное нарушение, неисправленное, да, 18 миллионов рублей, за что немножко позже скажу. Поэтому нет сегодня такого, это ошибочный тезис, лучше мы заплатим 30 тысяч рублей, там, максимум, да, и будем спокойны. Нет, так не получится сегодня, это уже не работает. Следующий вопрос, насколько ваша компания, мы для себя должны ответить, соответствует требованиям законодательства, да, и защищена от штрафных санкций. Я бы даже не только сказал, от штрафных санкций, от уголовной ответственности, это 2, от потерь имиджевых 3. Вот насколько мы защищены с вами, а как раз-таки наш вот этот аудит, диагностика и позволит вам ответить на этот вопрос. Мы исследуем все аспекты нашей соответствующей, соответственно, и вашей инфраструктуры, ваших процессов, ваших систем, да, выявляем вот эти проблемные моменты и сравниваем, как вы соответствуете или не соответствуете, да, требуем руководящих документов, в том числе по штрафным санкциям. Насчет ответственности. Зачастую некоторые говорят, да, что там такое, да, административная ответственность, опять-таки штрафы, да, вот они. Напоминаю, в 149-м федеральном законе, в 152-м федеральном законе написано, что за нарушение в области защиты и обработки персональных данных предусмотрены аж 4 вида ответственности. Это административная, это гражданско-правовая, дисциплинарная и уголовная. Зачастую некоторые даже не знают, что оказывается за разглашение персональных данных, а они относятся к защищаемой информации, предусмотрена в том числе уголовная ответственность. Откуда взялись вот эти, значит, 18 миллионов рублей? Самый большой штраф, 6 и 18 миллионов рублей, это за расположение ваших цодов, да, за рубежом, за рубежом. Если обрабатывается информация, персональные данные российских граждан за рубежом, это страшнейшее нарушение. Гражданско-правовая, да, значит, виновные в разглашении персональных данных обязаны возмещать причиненные ущербы, в том числе моральные. Дисциплинарная, помните, да, в советские времена выговоры были, замечания, да, сегодня, коллеги, это увольнение может быть в том числе по Трудовому кодексу. Уголовная, вы спросите, где персональные данные? Вадим Георгиевич, пожалуйста, Вадим, покажите практику. Коллеги, сегодня за разглашение персональных данных не было прецедентов уголовной ответственности, но она зарезервирована, да, она есть, и посмотрите, там штрафы до 500 тысяч рублей и лишение свободы от двух лет. За повторное, со служебным положением и так далее, использованием, там до 7 лет. Речь идет о разглашении персональных данных, да, если такое будет допущено и доказано. Поэтому, если мы посмотрим на слайд со статистикой регулятора, вот, до первых существенных изменений, которые были, значит, в 2019 году, в 2020 приняты, в 2021, это по увеличению штрафных санкций, да, в том числе за обработку неправильную и неправильную защиту или отсутствие защиты персональных данных, вы можете увидеть, что фактически увеличивается и количество обращений в Роскомнадзор, да, соответственно, это тысячи, это десятки, могут быть тысяч, соответственно, количество выписанных штрафов, протоколов и суммы, растут суммы, но вот в 2019 году эта сумма была миллион всего лишь, в 2020 это десятки миллионов, да, что нам покажет, вот, например, еще 2021 год, посмотрим окончание его, касаемо штрафов, здесь самые распространенные коллеги, которые выписываются на раз, два, три при плановых и внеплановых проверках Роскомнадзора, не забывайте, пожалуйста, есть внеплановые, когда вот мы с вами уже, кстати, появился список план проверок на 2022 год, в Роскомнадзоре, посмотрите, пожалуйста, на их сайте, если вы себя не найдете, это не значит, что вы должны сесть и успокоиться, нет, есть внеплановые проверки, так вот, если будет внеплановая проверка, она может быть в любой момент, сотрудник пожаловался, еще что-то случилось, пожалуйста, Роскомнадзор приходит, и сразу же, вот, сразу же, цель, не соответствует цель заявленному уведомлению обработки персональных данных, первый штраф 75, невыполнение отрядования предписания 150, пожалуйста, казалось бы, да, видите, сразу же, согласие, согласие не собираете, получите 50 тысяч, повторно проверили, нет, или какие-то неправильные бланки, 100 тысяч, вот они, наши штрафы, друзья, пожалуйста, значит, 500 тысяч, это юридические лица могут заплатить такие штрафы, значит, материальные носители, неорганизовано хранение, выдача, учет, уничтожение, первый штраф, первый раз 50 тысяч, второй раз 100, это без учета тех штрафов, о которых мы говорили, да, значит, за нарушение требований по локализации персональных данных на территории Российской Федерации, вот о чем мы сегодня говорим, поэтому некоторые руководители очень сильно, ну, мягко скажу, ошибаются, либо неправы, и мы с вами, как итишники, ибэшники, кадровики, должны постоянно напоминать об этом, что есть в том числе вот такие штрафы, да, это не 300, не 500 рублей, что касается наших услуг, мы предлагаем вот такую услугу, называется она диагностика процессов обработки персональных данных вашей организации, и какова цель, да, этой услуги, что она себя включает, в первую очередь, конечно же, цель этой услуги, это снизить ваши риски, связанные с нарушением требований целого ряда нормативно-правых документов, это федеральный закон, основной, 152, но помним, да, не забывайте, пожалуйста, у нас есть ряд постановлений правительства, такие как 512, биометрические персональные данные, 687, обработка персональных данных без средств автоматизации, самое главное постановление правительства, это 1119 организационно-технических мероприятий по защите персональных данных, ну и не забываем, по приказам в стек 21, где прописаны требования и меры по защите персональных данных для определенного уровня защищенности для ваших систем, это ФСБ приказы, что касаемо криптозащиты, коллеги, многие говорят, при чем здесь ФСБ, Вадим Георгиевич, почему вы называете эти страшные три буквы, я говорю, друзья, а есть просто случаи, когда приходит ФСБ и проверяют коллеги, что, что они проверяют, как вы думаете, на каком основании, некоторые говорят, на каком основании приходит ФСБ и что-то у вас проверяет, коллеги, есть у вас мнение какое-то, вы скажите, пожалуйста, случаи следующие, есть законы ФСБ, так вот, это регулятор в этой области, когда мы говорим про оборот, создание, эксплуатацию, средств криптографической защиты информации, скажите, пожалуйста, у кого нет средств криптографической защиты информации, вот такой риторический вам вопрос, да, ответ должен быть правильный, есть у всех, у всех, где они сосредоточены, ваши СКЗИ, средства криптографической защиты информации, в том числе, Максим говорил об этом, это электронная подпись, тоже СКЗИ, так вот, приходит и проверяет, вот эти приказы, 378, рекомендации у них есть соответствующие, и так далее, Роскомнадзор, так же, как и ФСБ, ФСТЭК, у него есть регламент проверки, как проверять, что проверять, бумажные, как говорится, безопасность проверяется, извините за такой термин, и выполнение организационных требований. Результатом нашей работы с вами, потенциальной, да, когда мы завершим диагностику, является, значит, что? Детальный отчет с описанием текущего состояния всех ваших бизнес-процессов, связанных с обработкой персональных данных, некоторые аудируемые, интервьюируемые товарищи, в ходе, значит, работы в рамках проекта, зачастую даже говорят так, у нас нет персональных данных, главный конструктор, где у меня персональные данные, или там, например, главный инженер, у меня нет нигде персональных данных, а мы потом рассказываем, где они, как они, в каком виде, в бумажном, в электронном виде, в каких системах они у них обрабатываются, у вас. Поэтому детальный отчет с описанием подробного перечня по оргштатной структуре вашей компании, с перечнем этих бизнес-процессов, с описанием характеристик этих бизнес-процессов, вот, соответственно, с перечнем информационных систем, где обнаружены персональные данные, потоки, откуда, какие, куда, в каком виде пересылаются, размножаются, уничтожаются, появляются, хранятся, резервируются персональные данные. Конечно, когда мы это все посмотрели, оценили ваши внутренние нормативные документы, выявили они соответствия, значит, создаем, разрабатываем перечень рекомендаций по сравнению данных замечаний. Подробно по каждому процессу, по каждому выявленному замечанию предлагается, вот Максим говорил в отчете, в табличке определенный конкретный перечень рекомендаций. Зачастую компании говорят, у нас нет ничего, кроме приказа о назначении, ответственного за обработку персональных данных, уведомления и инструкции какой-то, все, больше ничего нет. Или же говорят, да у нас что-то есть, непонятно что, когда и кем разработанное, или там где-то купленное, или списанное с какого-то сайта. Коллеги, наша работа в том числе заключается в оценке всего того инструментария, раз, наличие этих документов два, если ничего нет, или они не соответствуют новым требованиям, мы разрабатываем базовый комплект формиционно-распорядительной документации по обработке и защите персональных данных для вашей конкретной организации. Вот, и конечно же, вы получаете выгоду, вы снижаете риски, вы, соответственно, понимаете, что у вас хорошо, что у вас плохо, вот, и снижаете, конечно, юридические последствия, финансовые, и снижаете, либо устраняете репутационные последствия. Задачи, которые конкретно выполняются нашей бригадой, командой, так же, как и Максим говорит, в этом случае создается под каждый проект своя команда, не побоюсь этого слова, суперпрофессионалов, да, это мы, вот, чем мы занимаемся, мы выполняем следующие задачи, проанализировали, определили бизнес-процессы, которые существуют, вычленили, соответственно, из общей вашей массы, если они не описаны, коллеги, а бывает и такое, да, в организации нет перечня бизнес-процессов. Мы помогаем хотя бы вычленить те бизнес-процессы, которые связаны с обработкой персональных данных, вот, и, соответственно, анализируем их, смотрим с позиции выполнения требований, как они организованы, и, соответственно, разрабатываем дальше рекомендации. Также мы с вами вместе с вашим подразделением IT, помощники нам нужны в этом случае, без них мы не справимся, где мы возьмем персональные данные эти, да, откуда мы получим технические характеристики. Конечно, нам нужны кадровые ваши подразделения, директор по персоналу, мы анализируем вашу всю внутреннюю организационную распределительную документацию, конечно же, подписываем NDA, с нашей стороны никаких утечек, мы за это отвечаем, да, соответственно, и анализируем ваш сайт. Очень много нарушений связано с политикой конфиденциальности, а именно ее отсутствием на сайте компании, да, не выложена политика, не предусмотрены меры по защите и так далее. То есть, тоже разрабатываем рекомендации по поводу, значит, устранения замечаний, выявленных про при анализе сайта. Проводим экспресс-аудит информационных систем, то есть, здесь без айтишников ваших не обойтись, конечно, мы анализируем и системы, которые у вас существуют, такие как, например, кадровые какие-то системы, бухгалтерские системы, специфические системы, написанные на коленках, может быть, вашим дружным коллективом разработчиков, если такие имеются, вот, соответственно, и говорим о том, что в этих системах, какие существуют встроенные механизмы защиты и какие должны быть по требованиям руководящих документов. Разрабатываем базовый комплект документации, адаптируем его под вашу компанию и готовим детальный отчет. Вот это все формируется, скрупулезные собранные вот эти данные, анализ, рекомендации, формируется отчет, предоставляется вам на рассмотрение, бывают какие-то соответствующие замечания, устраняем и подписываем. После этого в этом отчете одним из крайних разделов в конце отчета разработана дорожная карта, дорожная карта либо план устранения найденных замечаний. Предлагается поэтапная их соответствующая работа над ошибками. Два варианта. Первый, самостоятельно вы своими силами у вас если есть целая служба айтишников, безопасники есть, все хорошо, вы сами все сделаете, справитесь. Нет никого или нет ничего, мы не можем, у нас нет компетенции. Коллеги, мы можем предложить свои услуги, мы вам это все сделаем, опять же, командой, опять же, проектом возьмемся до конца, значит, до победы, как говорится, вплоть до создания ТЗ, разработки моделей угроз, проектирование, внедрение данных систем защиты, внедрение документов, которые разработаны, были ранее. Вот, и, конечно же, некоторые спрашивают, что же включает в себя комплект базового организационно- распорядительной документации. Конечно же, здесь представлены в основном минимально необходимый комплект, но мы этим не ограничиваемся, да, вот, значит, в эту услугу входит разработка и политик, и форм приказов, шаблонов, и должностные инструкции, положения, правила, значит, осуществления внутреннего контроля, правила рассмотрения запросов от субъектов, регламенты, инструкции и согласия, да, мы смотрим, значит, как правильно вы собираете эти согласия, то или иной формы оно, что-то, может быть, забыли собрать, значит, уведомления, смотрим, какое вы отсылали в Роскомнадзор. Вот, зачастую некоторые говорят, у нас это все есть, коллеги, время меняется, поэтому мы смотрим в том числе, как правильно вы это все делаете. Ну, и, соответственно, дополнительные услуги, дополнительно, которые оговариваются и включаются в договор, вплоть до разработки модели угроз, напоминаю, друзья, если вы помните, у нас была модель оценки актуальности угроз, безопасности персональных данных, долго-долго она существовала, ее убрали, эту методику с февраля 2021 года, новая методика на сайте ВСТЭК, выложена методика оценки угроз безопасности информации, а вот Максим сказал про коммерческую тайну, коллеги, это отдельный разговор, отдельная работа, но, как вы понимаете, коммерческие тайны, коммерческая тайна, как и персональные данные, тоже защищается, должны защищаться, но по другому уже федеральному закону, 1998, но подходы очень похожи, очень похожи, и, соответственно, диагностика у нас такая тоже есть, так вот, методика оценки угроз безопасности информации общая для разработки модели угроз вашей организации, то есть, и персональные данные там должны защищаться, и коммерческая тайна, и другие виды защищаемой информации, модель, методика новая, ВСТЭК сказала, у кого разработаны модели угроз безопасности информации, забудьте их, сложите на полку, или сдайте в архив, у вас должны быть новые модели угроз, это важный очень документ для создания следующего этапа, создания системы защиты ваших персональных данных, как это делается, конечно же, от вас необходимо ТЗ, не можете создать ТЗ, нет компетенции, нет сотрудников, мы вам и в этом поможем правильно разработаем техническое задание, учтем все ваши требования, и можем приступить даже к проектированию в дальнейшем системы защиты, ну а дальше, значит, сроки, соответствующие, да, на создание, внедрение системы защиты, если мы с вами на это согласимся и пойдем. Как и Максим в своем выступлении рассказывал, что у нас есть богатый опыт, богатый опыт, который нам дает возможность говорить, что мы супер профессионалы, не побоюсь этого слова, и это не хвалю, как говорится, себя, потому что ряд был проведен, достаточно большой уже проектов таких, закрыт успешно, есть отзывы, вот, например, мы говорим, что от предприятия к организации, конечно же, отчеты разнятся, потому что разнятся и деятельность, сфера деятельности, да, и сложность, и масштабность, и разные процессы, например, какая-то научно-производственная фирма, их много, да, как вы понимаете, здесь мы не разглашаем подробности, вот, ну, количество сотрудников разное, да, может быть и тысячи, и пять, значит, процессов, некоторые говорят, раз, два, три, нет, друзья, 21, 21 выявлен был процесс, связанных с обработкой персональных данных, проблемы, проблем тоже достаточно, и организационных, и технических, и как Максим тоже сказал в предыдущем своем докладе, по каждой проблеме, а они носят у нас градации, высокий уровень критичности, средний и низкий, мы детализируем, описываем рекомендации, второго рода программы, это компания, вот, например, связанная с металлообработкой, да, там может быть любое количество сотрудников, от этого, кстати, сложность проекта слабо зависит, но, но посмотрите, пожалуйста, там процессов больше, и проблем больше, да, чем больше процессов уявляется, тем больше взаимосвязей, потоков внутренних, внешних, больше проблем, к сожалению, ну и третий вид компании, это производственные предприятия, неважно какой, сферы, полного цикла, начиная с поставкой, логистикой, обработкой, там, литьем, например, выпуском продукции, и так далее, посмотрите, пожалуйста, да, независимо от того, что там сотрудников было не так много, например, да, 250 плюс, выявлено было процессов, аж 94, связанных с обработкой персональных данных, ну и, соответственно, вот они технические, организационные проблемы, и когда был такой момент, когда директор собрал, генеральный директор собрал нас, соответственно, на доклад, на защиту нашего проекта, был очень удивлен, увидев вот этот отчет, и начал спрашивать айтишников, кадровиков, откуда, почему у нас эти проблемы, то есть руководство зачастую не владеет всей ситуацией, поэтому проблем очень много, они очень похожи друг на друга, вот самое страшное, это недозначенное даже приказом, недозначенное ответственность за обработку персональных данных, грубейшее нарушение, да, про комплект документов то же самое, Роскомнадзор, когда планово, внепланово приходит, он запрашивает, пожалуйста, представьте, перечень таких-то, таких-то документов для проверки, сначала, сначала, может быть, удаленно даже для оценки, да, либо же приходит сразу и просит, дайте, пожалуйста, вот эти две папки, три там или одну, значит, бланки согласия неправильные, до сих пор у многих, значит, неактуальные бланки, отсутствует система защиты, друзья, некоторые говорят, Вадим Георгиевич, честно, вот нужна вообще нам эта система защиты, я говорю, коллеги, а вы хотите штрафы платить, а хотите, чтобы репутация вашей компании была на уровне, а персональные данные контрагентов вы защищаете и так далее, и так далее, вот даже простой банальный пример, у многих компаний используется нелицензионный софт, это вот беда наша, российская, отсутствует элементарная система антивирусной защиты, я уже молчу, например, про такие средства защиты, которые необходимы, межсетевые экраны, система обнаружения вторжения, система анализа защищенности, система гарантированного восстановления резервирования и так далее, система организации VPN каналов, не проводится оценка соответствия, то есть некому проводить некогда и вообще не знают, что необходим план определенный, план контроля, ежегодный контроль, комиссия, приказ на создание этой комиссии и так далее, аудит, кто из вас, коллеги, проводил, когда внутренний аудит, может быть, три года назад, может быть, пять лет, а он должен проводиться постоянно с определенной периодичностью, очень важный момент собирается и хранятся лишние документы, которые не нужны, то есть заявлена цель обработки и мероприятие по обработке, а собирается и обрабатывается лишние документы, это тоже нарушение. Ну и самое страшное, не уведали мируском надзор или неправильно заполнили уведомление, они приходят с проверкой, смотрят на свое уведомление, заявлено то-то, 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 начинают проверять, а у вас полное несоответствие, сразу же получите штраф. К сожалению, вот такие вот наши реалии. Поэтому, коллеги, подытожу свое выступление, свой доклад тем, что наша команда СБЕ-решение обладает и накопленным опытом, и компетенциями, и материально-техническими средствами, и соответствующим коллективом профессионалов, готовы вам помочь, готовы вам помочь в решении вот этих насущных, очень важных проблем, потому что и Максим говорил, я говорю, что, к сожалению, от года к году компьютерные преступления в области информационной безопасности, в области разглашения персональных данных только растут, штрафы увеличиваются, ответственность повышается. А мы с вами хотим успешно конкурировать, успешно развиваться, развивать свой бизнес и быть защищенными со всей стороны. Приведу еще одну цитату в заключение своего доклада. Значит, Уинстон Чертиль сказал в свое время, что за безопасность приходится платить, а за ее отсутствие, товарищи, господа, расплачиваться, к сожалению, это непреложная истина нашей жизни. Поэтому, подытожив, скажу, коллеги, мы готовы вам помочь решить ваши проблемы, задачи, в том числе по защите очень важного такого сегмента персональных данных. у меня все. Спасибо вам за внимание, коллеги. Всем хорошего вечера, рабочего дня, у кого как по времени. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова